Всем привет! С вами Юля Симуля и сегодня я начинаю новый челлендж. Только этот челлендж я начинаю не сама, а начинаю его с Игорем. Игорь, привет! Всем привет! Этот челлендж называется... Игорь, как он называется? Я уже с перепугу забыла. Раздвоение личности. Его придумала Юля, спасибо ей большое. Ну, я его придумала не сама, ты мне помогал. Мы, в общем, уже, наверное, сколько, месяца три уже думаем над этим челленджем. Ой, мы в августе его распланировали. Еще летом зародилась идея, мы долго переписывались, какие-то идеи появлялись, и, в общем, только в феврале у нас получилось все в кучу сложить. Хотя планировали его в декабре. Да, планировали в декабре. Я его, кстати, в подкасте сказала об этом челлендже в декабре, но получилось у нас только через полтора месяца его начать записывать. Вот, это первая, даже нулевая серия, в которой мы тогда расскажем вам о симке и о правилах. Вот, и еще, Игорь, выйдет серия, там, где ты расскажешь о домике, да, который ты поставил. Да, про дом. Вот, ну, суть этого челленджа заключается в том, что у нас есть симка, такая нестабильная, непостоянная, у нее какие-то проблемы. Я даже не знаю, как назвать, Игорь. Да, проблема в понимании, наверное, жизни. Да, у нее раздвоение личности. Она, в общем-то, не может определиться, да, вот, он не может. Она просто, вот, каждый день в 6 часов вечера и в 6 часов утра в нее вселяется, как бы, другой человек. Она живет на две личности. Вот, иногда она злая, а иногда она добрая. То есть, в ней противостоят добро и зло. И мы, естественно, будем с Игорем вдвоем вести этот челлендж поочередно. Игорь, ты будешь за кого играть? За доброго или за злого? Я буду за доброго, конечно. Ну, не знаю, мне кажется, Юля хорошо озвучивает, ну, вот эти вот драки какие-то, ссоры. Да, Юля злая, поэтому мы будем за злого. Нет, эмоционально просто у тебя это все получается. Ну, посмотрим. И мы будем играть по очереди, то за злого, то за доброго. То есть, серия будет выходить с хорошим персонажем, серия с плохим. Вот, и... Так, что еще? Я уже с перепугу забываю, что хочу говорить. Да, суть заключается в челленджа в том, что нам нужно выполнить жизненную цель. Игорь будет выполнять жизненную цель «Мировой друг», а я буду выполнять, да, «Дурной Вернрав Большой Бедокур». И мы будем по очереди, серию от серию, передавать друг другу этот челлендж сохранения. Вот, Игорь будет играть одну серию, пытаться со всеми подружиться. А потом я буду заходить в игру и пытаться со всеми поругаться. Вот, и кто... Кто быстрее выполнит жизненную цель свою, тот и победитель, да? Да, тот и победитель. Да, тот и, ну, будет у нас победитель в этом челлендже, ну, а потом мы эту симку, может быть, куда-нибудь пристроим. Ну, давайте, наверное, расскажем о симке. Игорь, давай, наверное, расскажи о своей доброй... Ею, кстати, Рэйчел Уэст зовут. Вот это... Да. Первые два варианта одежды – это твоя добрая симка. Расскажи что-нибудь нам о ней. Ну, у меня была цель показать такую яркую, свежую особу, которая, не знаю, даже мировая, можно так сказать. Она со всеми хочет дружить, хочет быть доброй, всем помогать и так далее. Поэтому у меня была цель сделать вот такой вот ей образ, не знаю, даже можно сказать, воздушный, что ли, яркий такой. Ну, по крайней мере, не злая она получилась. Ну, да, просто хороший человек, который хочет завести друзей. Да, побольше. Вот, и у неё два варианта одежды – это для доброго нашего варианта, Рэйчел. И давайте тогда покажем, наверное, сразу все добрые или будем показывать... Не, давай вот так вот. Сначала вот, повседневный добрый, потом злой. Добрый, потом злой. Ну, а это моя симка, тут она немножко у нас позлела. Когда вечером в 6 часов в 18.00 она будет превращаться в другого человека, она будет совсем... Она будет забывать всё, что с ней происходило днём, она будет забывать себя воздушную и добрую, себя мирового друга, в неё будет вселяться что-то непонятное, и она будет становиться совершенно другим человеком. Да, бес в неё какой-то вселится. И она будет ходить и пакостничать. И у неё, я сразу поменяю ей цель жизненную, она будет большим бедокуром и будет пакостничать. Вот её два варианта одежды, и такую я попыталась сделать из неё немножко дерзкую симку, которая будет пытаться со всеми поругаться. Так, и давай покажем тогда нам... Побить всех. Да, побить. Я думаю, что без драк не обойдётся. Я постараюсь, по крайней мере, чтобы драки тоже в челлендже присутствовали. Так, это у нас официальный наряд, да, и добрый, и злой. Что-то у меня какой-то агрессивный прям получился официальный наряд. Ну, мы его не используем. Чтобы она яркая была, чтобы сразу видели, что добро идёт. А у меня потом... Ну да, особенно по красному. Да, у меня будет потом в какую-то злую королеву превращаться и ходить со всеми ругаться. Так, ну я думаю, вообще официальный вряд ли мы, конечно, там использовать часто будем. Ну да, обычно это только на свадьбы там и всё. Да, я думаю, что может раз промелькнёт, если... Так, это у нас одежда для спорта. Я не знаю, будет она спортом заниматься, Игорь, ты планируешь? Может быть, может быть. Может она будет на пробежке. Да, я думаю, вот может быть спортом, чтобы она там, если что, в драке могла победить. Ну да, постоять за себя. Да, так что может и спортом она будет у нас заниматься. Это её спортивные. Первый вариант одежды это добрый вариант. А второй вариант это мой вариант злой. Вот. Ночное бельё. Это ты так выбрал? Ой, а чё это? А там снизу вроде чё-то должно было быть. Или может ничему не надо? Я не знаю, может ты так выбрал, я просто не просматривала. Может чё ей одеть? Нет, майки, майки, пусть будет майки. Ты можешь шорты одеть вот тихие? Нет, шорты ей надей. Вот эти? Вот эти? Вот, да. Голубые? Да. Ага, окей. Хорошо. Так, это её одежда для сна, она в этом будет спать у нас. Если она вообще будет спать, потому что мы ж не сказали, что мы ж будем читерами злостными. Мы ж будем вообще, мы не будем спать. Ну вообще, мы не ищем сложных путей, мы сразу код вводим. Вот, мы будем каждый раз, когда передавать друг другу сохранение, бодрость полностью поднимать. Вот, потому что симка наш спать будет хотеть, а если вот Игорь целый день проиграет и в шесть вечера мне отдаст сонную симку, то она ж подраться ни с кем не сможет. Мне сил не будет задраться. Вялая такая, как амёба. И поэтому мы будем вводить каждый раз код только на бодрость, чтобы она спать не хотела. Не знаю, понадобятся ли нам эти пижамки. Ну вообще, может быть, романтические отношения с кем-то будут. Ну да, как бы должны быть. Да, я думаю, что будем заводить романтические отношения. Знаешь, ты, наверное, будешь с добрыми там заводить. Доброго семьи. Ну вообще, вот типа она добрая, она такая чистая, можно так сказать. Ну как выразиться ещё. Не будет, в общем, у неё. А, то есть ты думаешь, что она не будет у тебя заводить романтику. Не, ну может она там влюбится в кого-то одного. Нет, какую-нибудь романтику будет она заводить. Но да, кто-то один у неё будет. Да, может быть, да, может быть, какого-то там хорошего, прям доброго какого-то встретит, влюбится. А моя будет со всеми драться и, не знаю, какой-нибудь злодея себе найдёт или даже нескольких злодеев. Вот, это её одежда для сна. Дальше у нас одежда для вечеринок. Но я думаю, на вечеринки мы будем ходить часто, это точно. Очень часто. Надо было ещё по одному варианту придумать нам. Нам, кстати, можно потом будет добавить. Ну да. В сохранении будем передавать. Вот, я думаю, что ты будешь устраивать же, наверное, вечеринки, там, где будут приходить там твои добрые друзья, вы будете все там танцевать. А ты будешь жуткие вечеринки устраивать. Да, я буду жуткие, там, где будут драки и, в общем, где будем засорять, что там. Как там ты говорил, нужно сделать в этой цели, засорить сливы. А, да-да-да, что-то там ломать унитазы. Да, нужно будет прийти в гости к кому-то, в общем, унитазы поломать, так что я думаю, что этим мы как раз на вечеринках и будем заниматься. Так, и купальный костюм у нас тоже два варианта. У меня такой, ну, почти одинаковый, да. У тебя в белой шляпке добрый такой, и у меня в чёрной шляпке такой-то вроде как злой вариант. Так, ну и давай пройдёмся по правилам. Да, по правилам пройдёмся, симку более-менее показали. Ну, основная суть, это, конечно, мы с тобой соревнуемся и выполняем жизненную цель. Да, ты выполняешь мировой друг, я выполняю. Большой бедокур, и мы пытаемся друг друга опередить. То есть, я записала серию, передала её тебе, ты дальше записываешь и выполняешь свою цель, и потом, как бы, какая быстрее выполнится. Ну, передаём друг дружке сохранение в шесть, потом... Да, в шесть вечера я тебе его отдаю, в неё вселяется бес. И я потом до шести утра бедокурю, бедокурю, и потом отдаю тебе в шесть утра, чтобы ты, это, добрый, потом дела совершал. Да, чтобы она добрая. Да, давай расскажем о чертах, почему мы их выбрали, вот эти черты. Ну, мы постарались с Юлей выбрать нейтральные черты характера, чтобы они не отражали... ну нет, отражали немного и доброго, и злого, но особо каких-то негативных черт характера у нас нет. Нет, это непостоянная, безумная и самоуверенная. Да, более-менее. Вот, непостоянная, это понятно, почему. Ну, и безумная тоже, кстати, понятно. Да-да-да. Вот, ну, просто так, а самоуверенная, такая самая нейтральная черта, это чтобы она была уверена в себе, её не сломило вот это вот постоянное перевоплощение. Крыша не поехала, хотя, судя по тому, что она безумная, крыша у неё давно съехала. Ехала давно. Да, ещё по правилам денег мы там начитрили, да, дом... Ну да, там что осталось дома, у нас, у нас осталось 11 тысяч символионов, нам деньги особо не нужны, поэтому... Да, в этом челлендже вообще деньги не главное, главное дружить и главное не дружить. Вот, заключаться. Работать, я думаю, тоже ж мы, Игорь, не будем, ты хочешь работать? Мы тогда будем половину серии просто наработать, оставаться и не с кем дружить. Да, на работу тратить, поэтому зачем нам работать, мы работать не будем. Если, кстати, в цели будет встречаться вот насчёт пакости работа, то придётся выполнять, наверное, кодом уже эту цель. Вроде там, по-моему, там не было, там не было, я смотрела. Не было, я просто не помню про большого педагогра. Там, по-моему, вот какой-то другой есть. Вот «Мировой друг» там нужно именно друзей заводить, а вот «Популярный шутник» там нужно комиком стать, а в «Душа компании» там нужно вечеринки устраивать. Я вот помню очень хорошо эту, потому что она у Итона была, и я её так и не выполнила в эстафетке. Ну да, всё. Там навык, кажется, ещё. А, да, наверное, обаяние. А, нет, у тебя тоже нужно будет пакость, ой, не пакость, тебе нужно будет обаяние до максимума развить, а мне нужно будет пакость до максимума. То есть будем качать два этих самых противоположных навыка. Странных навыка, да. Будем пакостничать. Вот, ну, деньги кодом ввели уже, уже денег начитарили. Так, что ещё хотели сказать? Ну, в сохранении будут жить много симов, которые вот конкурс я там на канале устраивала. Ты же же видел сохранение? Там полно. Да, я видел, я посмотрел, там куча симов. Юля вообще постаралась. Да, это не я постаралась, это зрители постарались, понасоздавали. Нет, ну, терпение, чтобы заселить всех симов, я просто знаю. Да, я неделю заселяла. Это надо заселять на участок, добавлять деньги, если дом стоит больше. Да, ну, я кодом добавляла сразу. Ну, я скажу, что я думала, что я заселю за три дня, в итоге заселяла неделю, потому что каждый день сидела вечером и заселяла. И там вот самое интересное, что симы, ну, в основной массе, они яркие тоже, они делятся на злых и добрых. То есть я когда, да, когда делала этот конкурс, я просила создавать симов вот ярко выраженных там злодеев и наоборот добрых симов. То есть вот ты там, если будешь идти, встретишь какого-то там хорошего, там, я не знаю, фею какую-то, ну, видно сразу, что добрая. Вот, значит, это твои симы. А если идёшь там, видишь, какой-то злодей идёт, я не знаю, чёрный весь. Видимо, какая-нибудь. Это мой сим, да. Ну, я думаю, что мы будем стараться вот так и дружить. Ты будешь там пытаться находить себе добрых соседей, я буду пытаться злых находить и как-то таким образом... Хотя, кстати, знаешь, извините, я перебью, можно задирать друзей противоположных. Да-да, вот это да. Я думаю, я твоих друзей точно буду задирать, как раз мысли. Ты вчера пришла тут, давай-ка я тебя побью там. Да-да-да, я думаю, что потом, когда я буду видеть, с кем-то там наладил отношения, мы будем идти с ними сливом сразу будем забивать. Да. Детей, кстати, вот забыла. Детей мы не будем заводить тогда в челленджа. Хотя вот... Ну да, но единственное, у меня была идея, что после конца челленджа, кто бы там ни из нас не победил, грубо говоря, мы устроим ему жизнь вот такую небольшую, за одну серию буквально. Возможно, даже если получится, вместе её запишем. Да-да, я тоже думаю, что будет какой-то такой логический эпилог, где мы покажем, как сложилась жизнь. Она потом в конце должна остаться какой-то одной, либо доброй, либо злой. То есть, какую жизненную цель мы выполним быстрее. Если выполнит Игорь быстрее, значит, она останется доброй. Если выполню я быстрее, значит, она останется злой. И... Она всегда забудет про себя добрую. Да, и навсегда забудет про себя добрую или злую, и будет таким образом жить. Вот. И будем, наверное, вот романтические отношения. Может быть, там тебе будет кто-то один, там, нравится твоей доброй, а моей будет кто-то другой. И вот как потом, даже не знаю, как мы будем потом это всё делать. Ой, ну, в общем, придумаем до этого ещё очень долго. Да, я вот насчёт детей сразу не хочу так прям конкретно говорить, что нет, потому что я конкретно себе сказала, что в 7 пятниц у меня детей не будет. В итоге... Конечно, в итоге Юля там наделала. А, в Вен в итоге трое детей. Поэтому я уже боюсь говорить о том, что в этом челлендже нельзя заводить детей. Поэтому мы вообще об этом умолчим. А потом, походу, может быть, через... Дом родильный будет. Да, через дней 10. Ну, вообще, в принципе, эти правила, это же сами придумывали. Так что, я думаю, мы будем ещё... Да, поэтому мы можем изменять. Да, дорабатывать в середине прям челленджа. Потому что неизвестно, как оно всё получится. Вот, и как оно будет. Так, ну, я думаю, что это была первая серия. То есть, первая нулевая серия. Потому что будет две нулевых серии. И вторую серию мы запишем с Игорем уже по домику. Потому что симку создавала, кстати, я. Ну, в основном. Потом мы с Игорем просто о цветах говорили. Да, выбирали цвет волос. Да, выбирали, да. А Игорь... Глаз цвет. Цвет глаз. А Игорь построил домик. И поэтому тогда вторую нулевую серию мы запишем про домик. У меня на канале выйдет серия про симку. Потому что, вроде как, я её создавала. А у Игоря на канале выйдет серия про домик. И вот сейчас мы её запишем, вторую серию. Где Игорь расскажет о том, какой он чудесный, кстати, классный домик создал. Да? Ну, вроде всё, Игорь, сказали, да? Да. И мы забыли ещё выбрать, кто первым будет начинать челлендж. А, да, мы забыли. Сейчас тогда мы выберем с помощью генератора. И мы с вами находимся в генераторе для того, чтобы выбрать, кто будет первым записывать серию. То есть, с кого мы начнём, со зла или с добра. Ну, чтобы было всё по-честному, мы решили с помощью генератора. Вот. Ну, зашли в генератор. Здесь от одного до двух. Если выпадет единичка, значит, Игорь первый будет начинать. Если выпадет двойка, значит, я буду первый начинать, да? Да. Ну, что ж. Раз. Раз, давай, говори. Три. Три. Так, единичка. Потому что, видишь, ничего не изменилось. Я нажала, но на самом деле я нажимала, да. Выпала единичка, значит, ты будешь первый начинать. Первый. И я думаю, что это логично, потому что всё-таки и первые варианты одежды твои. Давай я верну в сказку. Это символично. Да. Да, и первые варианты одежды твои, поэтому это, в принципе, логично было, что и добро оно должно начинать. Вот, поэтому тогда мы сегодня с тобой запишем вот эти две нулевые серии, а потом ты начнёшь с добра, вот, и на твоём канале выйдет первая уже серия. А, и серии мы же не сказали, как будут. Я буду тогда снимать чётные, а ты нечётные, получается. Да, да, да. Да, то есть твоя будет 1, 3, 5. Первая, третья, пятая и так далее, да. Вот ты просто будешь снимать первую серию, и потом говорить, что вторая серия у меня на канале. А я потом сниму вторую серию и скажу, что третью. Идите, смотрите-ка, говорю, на канал. Вот, и будем как-то так передавать. Вроде ещё что-то хотела сказать, но... Если что-то мы забыли, мы доскажем. А, когда будут серии выходить, как? Ну, мы планируем где-то по 1 в неделю, то есть от тебя 1 и от меня 1, наверное, но мы обещать не будем, потому что это же такое дело, это нужно передавать сохранение, это не очень так просто. Загадывать мы точно не будем, потому что это очень чревато. Да, может быть проблематично, и поэтому тогда ориентировочно будем стараться, чтобы выходило 2 серии в неделю, то есть одна добрая серия и одна злая серия. Да. Ну, всё, наверное, да, тогда. Будем прощаться, мы тогда с Игорем прощаемся в этой серии про касс, и смотрите дальше серию у Игоря на канале, там, где мы расскажем вам про домик, и вновь повторимся про правила. Повторение мать учения. Да, всё тогда, всем спасибо за внимание, Игорь тоже прощайся. И всем пока. Да, всем пока-пока-пока.